Входим к нашей сегодняшней теме и поговорим про эффективные основы, как повысить, скорее даже, эффективность работы ВБС преподавателям и студентам. Похожий вебинар у нас прошел в понедельник, проводил его Павел Юрьевич Калиников. Так вот получилось, что у нас две темы рядом, и поэтому мы сегодня не будем повторять то, что у нас было на прошлом вебинаре, то, что уже рассказывал Павел Юрьевич. На этот вебинар я, может быть, походу буду ссылаться, просто имейте в виду, тогда нужно будет посмотреть эту запись. И сегодня мы с вами посмотрим, остановимся на трех основных вопросах, не затрагивая то, что уже было на прошлой встрече. Как пользоваться расширенным поиском и каталогом ВБК, то есть вопрос поиска источников, потому что библиографические вещи – это не только составление правильное описание, ссылок и оформление списка источников, это еще и поиск, поисковые функции, поиск источников, поиск литературы и работа с самим текстом. Что в этом плане может нам предложить ЭБС? Рассмотрим на примере университетской библиотеки онлайн и поговорим о тех возможностях, которые она дает. Ну и вот три основных вопроса, которые мы сегодня с вами затронем. Это поиск источников. Про каталог ВБК в прошлый раз Павел Ильич только упомянул, поэтому сегодня немножко я вам покажу, как и что можно с его помощью сделать. Моя библиотека, что это такое и какие есть еще возможности в личном кабинете и про закладки и цитаты. Закладками и цитатниками, к сожалению, не всегда пользуются, а это действительно очень интересный функционал, который может помочь нам повысить нашу эффективность и при работе с библиотекой, и особенно при работе с текстом, когда мы готовим какие-то письменные работы, статьи, рефераты особенно, курсовые и прочие проекты. Вот такие вот три вопроса мы сегодня с вами и посмотрим. И сразу перейдем. Тоже не буду рассказывать вам про ЭБС, какое количество книг к нее ходят. Это все было на прошлом вебинаре. Павел Ильич рассказал очень здорово, поэтому повторяться не буду. Кто не был, заходите, посмотрите запись этого вебинара. Узнаете очень много об электронной библиотечной системе университетской библиотеки онлайн. А мы с вами перейдем сразу к конкретным моментам, то, что вынесено в вопросы нашего сегодняшнего вебинара. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это возможности расширенного поиска. К сожалению, не только студенты об этом не пользуются и не всегда даже об этом знают, но и преподаватели. Чаще всего мы делаем, что, когда заходим, открываем главную страницу университетской библиотеки, первое, что мы делаем, а вот она строка поиска, и мы начинаем искать здесь. Причем по самым различным параметрам. Почему-то вводим мы их вот сюда. Вот эту функцию, вот эту возможность расширенного поиска мы как-то спокойно опускаем. Не все, не все, но многие. Студенты, например, да, пока я им не показала расширенный поиск, они все пытались найти книги здесь, найти литературу, потом сетовали, что а там ничего нет. Хорошо, давайте посмотрим, что расширенный поиск. Оказалось, что есть. Есть еще и другие возможности для поиска литературы. Вот здесь в меню они представлены. Это и издательские коллекции, это и периодика, это мультимедиа. То есть вот этими вещами тоже имеет смысл пользоваться, но в зависимости от того запроса, который у нас есть. Что есть в расширенном поиске такого полезного? Ну, помимо названия ключевых слов, сюда можно добавлять еще авторов, сюда, здесь можно осуществлять поиск по каталогам ББК, УГСН, каталог вообще он тройной. Это каталог ББК, каталог УГСВО, УГССПО, они разделены. И укрупненные группы специальностей, направлений подготовки и разделы. Это более тематический, более широкий вариант каталога, где можно найти просто по темам литературу, которая будет, если каталог УГСН, это в основном учебная литература, ББК здесь немножко посложнее поиск, то в разделах, вот третий раздел, который есть в системе каталогов, можно найти какой-то конкретной тематики, и там будет вообще все. Вот в двух словах, что каталог это такая трех, ну не ступенчатая, трехчастная, наверное, система, которой можно пользоваться. Но в основном ББК и УГС каталоги, они предназначены для каталогизаторов, для библиотекарей, ну и для преподавателей они могут быть полезны. И для студентов в основном это либо поиск по разделам, и поиск по ББК тоже может пригодиться при поиске информации. Как это делать, мы сейчас с вами чуть попозже рассмотрим. Но пока к расширенному поиску, если опустить поиск по этим каталогам, здесь еще есть разные параметры и фильтры, по которым мы можем осуществлять поиск. По типу издания, по уровню образования, издательства и года издания. Для преподавателей может быть важно любой из этих параметров или любое их сочетание. Для студентов чаще всего это для обучающихся, могут быть и магистранты, и учащиеся там аспирантуры. Тип издания и годы издания. Если есть ограничения, литература не ранее такого-то года, или литература только за последние 4, 5, 3, 10 лет. Если есть такое ограничение, то здесь мы его тоже можем при поиске использовать, чтобы отобрать наиболее новую литературу. Если такое есть. Если такой потребности нет, мы это поле и не трогаем. И по типам изданий. Вот это может быть важно при поиске литературы для различных курсовых, ВКР, дипломных проектов. Потому что там есть, в методичках обычно прописывается ограничение примерно в процентном соотношении, в количественном соотношении, сколько каких изданий должно быть, чтобы не оказалось, что весь курсовик написан исключительно по страницам интернет-сайтов. Научные монографии, инструкции, методические пособия, учебные пособия и, как правило, какой-то либо процент, либо в количественном соотношении цифры дается, ну, как рекомендуемое, естественно. Поэтому, осуществляя поиск и готовясь к такого рода мероприятиям, как написание защиты курсовой или ВКР, вот этот параметр, вот этот фильтр может быть очень важен. Для преподавателей при подготовке лекционного материала, разработке новых курсов, при подготовке или актуализации фонда оценочных средств к семинарам, практическим работам, иногда требуется найти определенный тип источников, с которыми будет осуществляться работа на занятии или для подготовки самостоятельной работы, например, они должны быть даны студентам, прочитайте, проанализируйте, составьте выводы и так далее. Разные задания можно сделать. Ну и даже для поиска идей для собственных заданий и квестов иногда требуются разные типы изданий. Вот это мы как раз с помощью этого поля можем сделать. Ну вот, по расширенному поиску. Здесь немного полей, но, к сожалению, их не все используют, а они действительно могут принести нам большую пользу. И по типам изданий. Вот, хотела вам показать, если мы кликнем по галочке справа, голубенькая, да, у нас выпадает вообще везде, где стоят голубенькие галочки в формах, в каталоге и в других местах ЭБС, это значит, там есть еще скрытые списки, выпадающие, и они открываются вот таким вот окошком. Можно кликнуть и посмотреть, что же там внутри. Вот смотрите, по типам изданий они делятся. Это только маленький кусочек, там огромнейший просто список разных типов изданий. Здесь они представлены достаточно широко. И дальше, если нас заинтересовало, например, что же такое производственно-практические издания, и нам нужно найти что-то из этой области. Здесь справа также будет стоять голубая галочка, по ней кликаем, и у нас открывается, что здесь в этот раздел включено. Подразделы практические пособия, руководство, документация техническая и много чего еще. Мы выбираем то, что нам нужно, кликаем, нажимаем найти и получаем выборку из фонда библиотеки. То, что там есть. Если чего-то нет, ну и мы слишком сузили поиск, попробуйте более расширенный вариант. Не нашли там практическое руководство, попробуйте посмотреть и производственно-практическое. Тип издания и что находится там. То есть с этим можно варьировать и таким образом варьировать и работать со своим поисковым запросом, актуализируя его, либо дополняя. Вот это вот тоже очень хорошая вещь, потому что вот как раз для написания подготовки работ студентам всегда рекомендую смотреть и по типам изданий, потому что нам требуется там научная монография. Вот мы можем посмотреть в научное. Мы можем посмотреть монографии, мы можем посмотреть в периодик статьи. Либо найти здесь, либо посмотреть здесь сборники, что здесь еще есть. И таким образом мы отсеиваем лишнюю информацию, лишнюю для нас на данный момент времени для поиска конкретного источника или конкретных источников определенного типа. Таким образом мы сужаем нашу выдачу и делаем ее более конкретной. Ну вот вроде бы простой такой параметр, а пользы несет в себе очень много. И по каталогу ББК. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это расширенный поиск. И хорошо бы наших читателей, пользователей, преподавателей и студентов знакомить с возможностями, дать им возможность поработать с расширенным поиском, привыкнуть с тем, чтобы потом его активно использовать в своей обучающей или образовательной деятельности. Поиск по ББК. Если УГС это в основном для библиотекарей, для каталогизаторов, для преподавателей может быть полезен, особенно при разработке и актуализации РПД или курсов, то ББК может быть полезен и студентам. Вот каталогом УГСН студенты, учащиеся, они в основном не пользуются. А вот каталог ББК может быть им полезен. Более подробно структуру самой, что такое ББК, библиотечная, библиографическая классификация, коллеги, напоминаю, есть разные классификации, они используются при каталогизации, при организации фондов. Есть УДК, есть десятичная классификация Дьюи и много-много еще разных. В основном они зарубежные, а вот ББК это наша отечественная классификация. И по ней в основном строятся справочные, поисковые, справочные библиографические аппараты в наших библиотеках и осуществляется поиск. Да, могут быть исключения, может быть еще и каталог УДК использоваться в библиотеке, но в основном ББК, да, но как правило и тот, и другой присутствует. И более подробно, саму структуру ББК и особенности формирования индексов мы сегодня тоже рассматривать не будем, это вообще отдельная тема. У нас был отдельный вебинар именно по теме ББК. Эта классификация для нас важна не только для поиска литературы, но и для авторов, когда мы пишем свои работы, мы все книги, они индексируются же, да, и наоборот. Кстати, у титульного листа всегда прописывается индекс ББК данной книги и не всегда издательства это делают сами, а просят это сделать авторов самостоятельно. Поэтому вот эти вопросы, как работать с классификацией, как в ней сориентироваться, мы разбирали вот здесь, был у нас прям вебинар отдельный по структуре ББК и мы работали с электронным эталоном ББК на сайте РГБ. Здесь устройство ровно точно такое же, да, основные разделы, подразделы, идет от общего к частному, да, градация, но здесь нет такой, вот в данной ЭБС нет такого слишком подробного детализирования, да, такой слишком подробной детализации с использованием, например, индексов специальных типовых делений, индексов территориальных типовых делений, вообще вот эти типовые деления, индексы, они здесь не используются. То есть здесь немножко он в более расширенном формате дается, не дается слишком глубокая детализация, как в самом эталонном каталоге. Но для того, чтобы найти литературу и для того, чтобы уметь пользоваться, научиться хотя бы пользоваться каталогом тем же студентам, этого вполне достаточно. Это связано с тем, что пока нет такой необходимости, слишком глубокой детализации, то она и не делается. Здесь схема работы и поиска та же самая. Выбираем каталог ББК, нажимаем справа голубую, да, вот эту вот галочку, и у нас открывается в выпадающем списке таблица типовых основных делений. Их всего 9, она тоже строится по десятичному принципу, и вот они сгруппированы, самые-самые общие деления, общие дисциплинарные знания, технико-технические науки, там, естественно, здравоохранение, в шестерку туда попадают экономика, гуманитарные и социальные науки. То есть очень большие деления. Мы выбираем то, что нам нужно, и кликаем по галочке. Если стоит вот такая галочка справа от названия, это значит, там есть детализация. Если ее нет, значит, там ничего нет, это последний уровень. По галочке кликаем, у нас открывается следующий список, ну вот мы выбрали технико-технические науки, вот мы и начинаем искать, вот мы находим. Третий раздел техника, 33-й горное дело. Мы можем также по галочке здесь справа кликнуть по горному делу, и у нас откроется еще, какие подразделы входят вот в этот раздел. Там будут уже дополнительные цифры, не две, а больше, и мы сможем увидеть, какие еще здесь есть подразделы. И в основном все. Ну вот в основном такие вот три раздела у нас открываются. Самый общий, более подробный и еще чуть-чуть более подробный. А вот дальше детализации сложных индексов здесь нет. И здесь есть еще такая маленькая хитрость при работе. Ну и мы выбираем то, что нас интересует, кликаем по тексту, он у нас в нашу форму запроса вот сюда, она немножко уменьшается, и здесь у нас вырисовывается, вот он нам пишет, что мы выбрали, какой раздел мы выбрали, вот он его записывает. Ну и соответственно, если мы промахнулись, выбрали что-то не то, мы всегда это по крестику можем удалить, лишнее можно удалить. Здесь есть несколько нюансов при работе с каталогом, которые нужно помнить. Если нам нужно раскрыть вот этот, например, раздел, то кликать нужно не по тексту, а по галочке справа, вот по такой голубенькой галочке справа. Если ее нет, значит делений там больше нет, это последний уровень. Если же мы кликнем по самому тексту, у нас он автоматически уходит вот сюда, выборку, он показывает, какие разделы ББК мы выбрали, вот сюда рядом встает. Но из списка, вот из этого списка он исчезает. С одной стороны, это удобно, чтобы два раза, одно и то же, три раза не выбирать. Мы сразу выбрали, он отсюда из списка ушел, сюда встал. С другой стороны, это немножко пугает. Ой, а почему каталог не полный? А куда делось? А вот мы выбрали естественные науки, потом идем искать дальше, а естественных наук уже нет, а потому что они у нас переместились вот сюда. Но это вот пока такая особенность каталога, которую надо просто иметь в виду, чтобы не пугаться по ходу. И вот так из всего каталога мы можем выбрать совершенно разные индексы. Вот мы выбрали два индекса, например, рабочее время и горное дело. Две совершенно не связанные между собой индексы, из разных абсолютно разделов. Этот из шестерки из экономики, этот из 65-го раздела, этот горное дело 33-й раздел. Ну и нажимаем. И также можно выбрать вообще из любых, хоть из филологии. И дальше мы нажимаем найти, осуществляется поиск, и вот что мы получаем. Найден результат, найден 311 документов. И вот если мы начнем их отсматривать, то здесь будет все. И все, что связано с горным делом, все, что нашлось, и все, что связано с рабочим временем. Причем это не организация рабочего времени в горном деле, то есть вот эти индексы, они не превращаются в один индекс. Сложный индекс здесь составить нельзя. Рабочее время отдельно, горное дело отдельно, но выводится это все вместе, вот как мы запросили, так нам все это и вывелось, общим списком. Поэтому, если вам нужно осуществить поиск по нескольким разделам ВБК, найти, например, литературу, вот как было у нас, отдельно по горному делу, и нужно найти литературу, еще связанную с организацией рабочего времени или рабочего места на фирме, то лучше это делать в два захода. Сначала по одному индексу ищем, потом по другому, иначе у вас будет все это в одном списке. Не очень удобно потом делать выборку. Есть еще один вариант, поэтому тоже такой момент имейте в виду. Чем удобен поиск по каталогу ВБК для тех же, например, студентов? А зачем мне ВБК? Я просто вот наберу в ключевом слове там горное дело, и он мне выдаст вообще все. Да, он выдаст вам все, но либо там, где есть в названии, либо там, где есть в описании. Может быть так, что у вас книга касается вопросов горного дела, в зависимости от того, какой фильтр вы выберете, поставите вот здесь. Хотя бы одно слово искать в описании, полнотекстовый, гриф и и. По умолчанию стоит искать в описании. И не факт, что он вам выдаст все, что касается, все, что есть в этом разделе. Книга может касаться вопросов горного дела, а название имеет совершенно-совершенно другое. Если вы ищите по ключевому слову и хотя бы одно слово, ставим вот эту галочку, то мы эту книгу можем не найти. Либо где-то внутри книги касается этот вопрос все-таки горного дела, это мы тоже тогда увидеть не сможем. А если мы выбираем по отрасли, по каталогу ББК, мы увидим все, что касается этого раздела, все, что так или иначе касается этого вопроса, организации рабочего времени или как у нас горного дела. Поэтому вот это более удобный поиск, когда мы ищем что-то по теме. При подготовке курсовых, ВКР, вот это бывает очень важно сделать и не тратить время на отсев лишней информации. И нас интересует все, что есть по данному вопросу, все, что есть в ЭБС. Мы вот такую выборку можем сделать и сразу увидеть количество документов и иметь возможность просмотреть карточки книги, сделать выборку и осуществить с ними иные действия. Есть еще один вариант, как работать с этим каталогом. То есть мы сейчас рассмотрели с вами просто вопрос, как открываем каталог, заходим, начинаем работать с каталогом, запутаемся сначала в нем, заблудимся, потому что мы не всегда знаем, где какие отрасли находятся. Я говорю про небиблиографов, про студентов и преподавателей. Я ничего не понял, а где мне это искать, а где оно находится. Поэтому да, вот я ссылочку на вебинар недаром дала, там есть еще отсылка, и там я давала на самом вебинаре ссылки на электронный каталог ППК на сайте РГБ. Конечно, лучше иметь какое-то представление о том, что это такое, как оно устроено. Тогда вот этот поиск будет эффективным. Иначе мы можем, он превратится у нас в хронофага. Вместо выигрыша времени может быть потеря. Есть еще один хитрый способ, как можно, не слишком хорошо зная и ориентируясь в каталоге ППК, все-таки пользоваться, пользоваться им, начать пользоваться, не бояться и получать результат. Методом от противного. Вот так мы шли со студентами-первокурсниками. Нашли книгу. Вот мы нашли книжку как раз по вопросам организации рабочего времени. Вот она книга. Мы посмотрели библиографическое описание. Мы почитали аннотацию. Мы посмотрели содержание. Вот эти три момента, это тоже очень важно. Не ориентироваться только на название книги. Важно донести до студентов и преподавателей, что вот эти три момента мы обязательно просматриваем. Там аннотацию, да, быстренько пробежали. И самое главное, открыть содержание, посмотреть, а что же там внутри. Потому что тот вопрос, который мы ищем, он может находиться вообще отдельным пунктом, параграфом внутри содержания, но не соотноситься даже с названием книги. Например, вопросы той же самой организации рабочего времени, или там тайм-менеджмент, организация времени, они очень часто присутствуют в книгах самоучитель по самому-менеджменту. Самому-менеджмент, организация труда руководителя какого-то предприятия или производства. Вроде бы там обо всем. И про стресс, и про организацию рабочего места, и про коммуникации, и про что там только нет. И только одним маленьким вопросом там есть, например, организация рабочего времени. Но там может быть находиться ответ на тот вопрос, который мы ищем. А как планирование дня руководителя? Вот, он там внутри прошит. Но ни по названию, ни по аннотации мы этого установить иногда не можем. Поэтому открываем содержание и смотрим. Ага, есть. Всегда есть содержание. Мы можем перейти на саму страницу и открыть страницу и посмотреть, есть ли там нам нужный текст. И еще важная вещь, то, что касается ББК. ИСБН, УДК, ББК на карточке просмотра самой книги они обязательно присутствуют. Вот. Мы не знаем, где искать. Мы нашли книгу. Пусть даже по самому простому поиску, мы еще не пользовались расширенным поиском, мы нашли книгу там по рабочей неделе, по организации рабочего времени. Вот мы открыли карточку. Вот он, индекс ББК. Мы его увидели. И вот теперь мы можем вернуться в наш каталог ББК. И вот здесь уже можно выписать этот индекс, если боимся забыть. И он вот такой вот достаточно длинный, много цифр. И дальше мы его ищем уже вот здесь. Открываем ББК, находим нужный раздел. В нашем случае это раздел 65244. Вот мы его находим. И вот его можно уже выбирать как параметр для поиска по каталогу. Нажимаем. И все, что есть в этом разделе, он нам как раз и выдаст. И вот в этом разделе мы уже знаем, что интересующая нас литература вот по этому вопросу, она живет вот в этом разделе. Ну, а дальше мы уже смотрим, какие еще разделы могут быть здесь нам полезны. Вот это вот тоже один из вариантов, как можно не бояться ББК, научиться не бояться ББК, не бояться этого каталога, этого страшного зверя, начать им пользоваться и пользоваться с пользой для себя. Использовать для работы, для поиска материалов. Он очень хорошо работает именно для тематического поиска. Ну, вот такая вот история у нас с каталогом ББК. В общем-то, не очень сложно, но сначала немножко страшно на самом деле, если мы с этим никогда не работали. Но здесь поиск осуществляется только по каталогу ББК. У ДК у нас здесь нет, поэтому пользуемся только вот этой возможностью. Ну, это действительно очень здорово помогает, если нас заинтересовало какая-то расширить, осуществить тематический поиск и расширить спектр источников, которые могут пригодиться при написании или работе над своими студенческими письменными работами, статьями и прочим материалом. Коллеги, если есть что сказать, задать вопрос, можете писать либо в сам чат, либо во вкладку «Вопросы». Можно как-то комментировать, чтобы я увидела, что все пока еще живы. Поэтому задаю вопрос, хорошо ли видно, слышно, все ли понятно, все ли у нас нормально, поэтому в чат как-нибудь просигнализируйте, пожалуйста, что все хорошо. Потому что когда тишина в чате, это немножко настораживает. Ага, отлично, спасибо. Еще одна полезность. Ну, а дальше как можно использовать поиск по каталогу? Преподавателям, например, можно уже подумать, подумать, придумать, сделать какой-нибудь квест, поиск сокровища и еще что-то, ну, в зависимости от группы, конечно, возраста и креатива самого преподавателя. Здесь действительно можно делать вот такие вот квесты, а кто найдет больше. То есть убрать вот эту составляющую страха, да, перед каталогом вообще непонятный, непонятный зверь, а превратить ее в игру, да, когда есть интерес, это как-то снимает вот это вот ощущение ужаса, страха, боже, я не знаю, что здесь делать. Да, вот все очень просто. И из этого действительно можно сделать такой вот игровой формат и поиск литературы, например, по какой-то, или по каким-то тематикам, посмотреть, разбить студентов на группы. Мы вот так делали разные группы, и по одному и тому же, например, разделу ББК они осуществляли поиск группами. А потом мы сравнивали результаты, кто чего нашел и кто чего выбрал оттуда, да, какую литературу, вот по данному вопросу учебному, который у нас был. И это было очень интересно, они выбирали совершенно разные книги, и у них было открытие, а где вы это нашли? Да вот там же, где и вы искали, мы тоже туда пришли. А почему мы этого не видели? Ну вот где-то просмотрели, и вот формировали таким образом, собирали такой пол источников для последующей работы с ними на семинарах, либо написания рефератов, и они должны были посмотреть, проанализировать, где больше полезного, ну и дальше уже пошли рабочие учебные задачи. Ну вот этот вот элемент, он использовался именно как игровой, как заодно знакомство с ББК, заодно смотрим, что оказывается там много полезного. Не я им рассказываю, они сами выяснили, что оказывается там очень много интересной литературы. И еще одна полезность. У нас нашли мы литературу, дальше с ней нужно и можно поработать. А вот следующая полезность у нас скрывается в личном кабинете. В личный кабинет мы попадаем из профиля, вот если мы кликнем, например, по своим данным, когда заходим, входим, авторизуемся или регистрируемся, по регистрации, у нас открывается вот такое вот выпадающее менюшко, если мы кликнем вот сюда, по своим данным, выбираем профиль, у нас открывается наш профиль, здесь будет информация о вас, о вашем ВУЗе, их мы пока не трогаем, события тоже. Нас интересуют вот эти вещи. Моя библиотека, цитатник и закладки. Вот эти три вещи, которыми, ну, моей библиотекой еще преподаватели как-то пользуются, студенты в профиль не всегда заглядывают, особенно в мою библиотеку. Потому что цитатниками и закладками, как правило, к сожалению, не пользуются, но, опять же, они об этом не знают. Действительно, для того, чтобы узнать, надо сначала туда зайти, найти и начать использовать. Там тоже есть свои нюансы. Есть еще одна полезность. Находится она вот здесь, в разделе сервиса, называется книжная полка. Можно собирать, вот мы говорили сейчас про поиск литературы, да, такой общегрупповой в формате работы студентов. Можно составить вот такой вот список, сформировать свою книжную полку, и можно обмениваться студентами, можно давать ссылку на эту книжную полку, они уже ей будут пользоваться. Ну, сначала ее можно вот так же вот сформировать общими усилиями, тогда пользоваться желание возникает гораздо больше, чем если преподаватель прислал ссылку на какие-то там книги. Это мы сами нашли. Про книжную полку долго останавливаться не буду, Павел Юрьевич, про нее на прошлом вебинаре я рассказывал, тоже посмотрите, пожалуйста, в записи, чтобы нам с ним не дублироваться. Но живет книжная полка вот здесь, в сервисах. А мы посмотрим мою библиотеку. Цитатник и закладки. Моя библиотека. Вот если мы кликаем сюда, здесь открывается клондайк, наш личный. Три вкладки. По умолчанию идут последние читаемые книги, есть избранные, есть персональные подборки. Причем все эти три раздела, в зависимости от того, куда мы добавим книгу, в избранную или в персональную подборку, она попадет либо туда, либо сюда. Причем из каждого из этих разделов можно скачать список вот этих книг в формате Excel, и он будет у вас под рукой. Можно его сохранять у себя на компьютере и дальше с ним работать. Можно установить последние читаемые. Это все, что вы открывали, читали, смотрели из каталога в университетской библиотеке онлайн. Вот оно здесь у вас отображается. То, к чему вы обращались, какие книги вы читали. Причем можно здесь тоже выбрать параметр просмотра, либо все, вообще за все время, за три месяца, за последнюю неделю. Тоже очень удобно. Где-то я недавно читала, где вот здесь можно найти. Ну и также у нас высвечивается, как в каталоге, краткое описание книга, и по гиперссылке мы всегда можем уйти на карточку самой книги и посмотреть все подробности, которые мы только что с вами смотрели. Свяжите в памяти. Эту книгу из последних читаемых, если вы считаете, что ее нужно у себя сохранить, потому что вот этот список, он не бесконечен, он будет, что-то старое будет уходить, что-то новое будет добавляться, особенно когда мы читаем много и активно, поэтому, чтобы ее сохранить у себя, вот здесь, хотел сказать, на книжной полке, но книжная полка – это другой сервис. Можно добавить к личной подборке или добавить в избранное, и тогда она там сохраняется. Хотела нажать на избранное. и из любого из этих разделов, у них идентичное представление визуальных книг, можно перейти на саму карточку книги, кликаем, переходим, вот вся информация у нас об этой книге есть, ну и дальше мы можем выбирать нужные соответствующие действия, либо перейти к чтению онлайн. То есть отсюда мы можем отложить то, что мы читаем там в персональную подборку или в избранное, с тем, чтобы возвращаться к прочтению или перечтению этой книги. Не потерять. То же самое и студентам, я, например, рекомендую, можно пользоваться книжной полкой, а можно, у нас тоже было такое задание, они должны были найти там книги, они должны были их посмотреть, найти в этих книгах ответы на вопросы, и сохранить эти книги у себя, добавить их в избранное, чтобы они лежали. И всегда можно проверить, так как доступна версия не только на компьютере, но и мобильная версия доступа в библиотеку тоже есть. Я читал. А где? А вот, ну я же читал, да, я смотрел, но понимаю, что не читал и не смотрел. Хорошо, открывай книжную свою библиотеку, покажи мне, где у тебя в избранных эта книга. Нету. Но я же ее читал. Хорошо, открываем. Последние читаемые. Где она? Нету. Ну, дорогой друг, это просто баллы пока не получаем. Твоя задача какая стояла у нас? Найти, прочитать, отложить, добавить в избранное. Потому что она понадобится потом для работы над рефератом. Ты этого не сделал. Ну, хорошо, дорогой друг, давайте сделайте. То есть это всегда можно проверить вообще, читал я или не читал. А вот там было написано. Хорошо, открой. Ой, да я сейчас не найду. Ну, если ты добавил в избранное, если это стояло как учебная задача, и почему это не было сделано, значит, правда не читал. То есть, ну, вот опять же, для использования в учебном процессе, для преподавателя, как у меня сегодня больше полезности получается, это тоже может быть вот таким элементом задания, элементом выполнения самостоятельной работы и может быть тоже включено, например, в критерии оценивания. Когда мы прописываем критерии оценивания задания, мы вот это наличие, например, книги в подборке «Моя библиотека» у студента или добавленного в избранное, мы всегда можем проконтролировать. И даже если это онлайн, можно попросить сделать скрин экрана с этой книгой, что вот она действительно добавлена сюда, есть, и чтобы видно было данное на странице самого пользователя. Потому что я чужой могу же, в общем-то, прислать, что студенты иногда и делают. А вот здесь вот нет полностью принт-скрин страницы с указанием данного студента. И вот это показывает, что да, она действительно там есть. Окей, я ставлю вам. То есть для удаленных студентов при обучении онлайн мы такой формат тоже использовали. И заодно они знакомятся с литературой. Они уже сделали себе подборку, ну, лучше делать не просто какие-то книги, а вот под те письменные работы, которые будут писаться по вашей дисциплине или, если это выпускающая кафедра, там, для курсовых, для дипломных проектов. Вот за период обучения они как раз могут это все хорошо собрать и использовать, и потом меньше времени тратить на поиск какой-нибудь литературы, где-нибудь. Переходим к читалке. Здесь тоже есть масса полезностей, опять же, для работы с текстом. Читалка выглядит вот так. Ну, условно называю, это когда мы открываем книгу, в формате онлайн-чтения, да, вот наша читалка. Про инструменты, как вставить. Можно вставлять, кстати, запускающим кодом на себе, на страницу вот такую вот читалку, например, на несколько страниц, и она будет их отображать на сайте. Это можно сделать, и Павел Юрьевич это показывал и рассказывал на прошлом вебинаре. Это делается вот с помощью вот этих инструментов, которые находятся вот здесь. Вставка кода. Но не всю книгу, а только определенный кусочек. Подробно про это Павел Юрьевич рассказывал, поэтому тоже не буду останавливаться. Посмотрите, пожалуйста, предыдущий вебинар. Это очень интересная функция, например, для подписчиков библиотеки. И здесь для нас сегодня, так как мы про цитаты и закладки, будем говорить. Вот, кстати, мы говорили с вами, можно найти книгу, которую читал. А, хорошо, через мою библиотеку нашли. Читать онлайн. Открываем. И опять с титульного листа. Можно ли как-то сделать. Закладку, да, чтобы... А, на то место, где остановился, туда же вернуться. Можно. Вот с помощью вот этой читалки это и делается. Для нас важна вот эта кнопочка T, текст. Потому что здесь воспроизводится в формате, ну, так сказать, не PDF, конечно, но вид как PDF файла. Да, и здесь скопировать ничего нельзя. Если мы подведем курсор вот в самой читалке поставим, будем пытаться что-то выделить мышкой, он нам ничего не выделит. Для того, чтобы выделить кусочек текста, нам нужно перейти вот сюда. Кликнуть вот эту вот кнопочку. Она для нас важна. И вот они, два наших значка, о которых сегодня посмотрим. Закладки и цитаты. Классная вообще вещь. Работает очень здорово. Как выглядит текст? Трансформируется из того, что мы имели в онлайн-читалке. Если мы кликаем по тексту, у нас появляется вот такой формат, и все сплошняком. Здесь надо очень внимательно смотреть. Еще одна особенность. Все подстрочные ссылки, то, что здесь, в общем-то, наглядно и довольно видно, здесь оно немножко трансформируется. Поэтому очень четко надо вот кусочек текста, который нам нужен, отследить, чтобы его здесь выделить. Понять, где он находится. Здесь пишить не надо. Это вот такая вот особенность при трансформации в текстовый формат. Это всегда так происходит. Видите, вот 127. Что это такое? Айт-номер страниц, который стоял вот здесь вот наверху, на самой странице. Вон он сюда переместился текстом. То есть вот такие вот нюансы, они встречаются. Поэтому очень внимательно просто смотрим. И вот этот текст мы уже можем выделять фрагмент, копировать, переносить, запоминать. И вся работа с закладками и с цитатником, она начинается с работы вот этой тексты. Кнопочки. Увидели что-то полезное, нужное, важное на странице? Раз на кнопочку выбираем текст, переводим в текстовый формат и дальше мы уже выбираем либо закладки, либо цитатник. Закладки. Вот так они выглядят. Живут вот здесь, в нашем разделе закладки профиля. И вот так они выглядят. Автор названия книги и количество закладок. Вот вторая книга. Тут коллективная монография. Вот ее название. Количество закладок. Если мы кликнем по названию книги, у нас открывается список наших закладок. Вот они, на какие страницы мы их делали. Ну и мы можем ими управлять. Мы можем перейти, переходить не по тексту, а по номеру страницы. Нужно кликать, мы сразу попадаем в читалку на эту страницу и видим этот текст. Но имейте в виду, здесь он переходит не к выделенному фрагменту. При закладках вообще можно не выделять фрагмент, можно просто выбрать страницу и на нее сделать закладку. Не к выделенному фрагменту, а к самой странице. Поэтому очень важно сформулировать название закладки вот того кусочка, что нас на этой странице заинтересовало. Ну и при необходимости их можно удалять. Вот с закладками можно делать реальную закладку на ту книгу, которую мы читаем. Ну тогда просто здесь название какое-нибудь ввести, там текущая закладка и номер страницы. У вас будет просто одна закладка, не много, а одна. Но зато мы заходим, когда в университетскую библиотеку онлайн, нам не надо искать эту книгу, не надо идти через вот эту многоходовку. Мы сразу заходим в свои закладки, открываем нужную книгу, выбираем страницу, читаем дальше. Закончили чтение, поставили закладку на эту страницу, она у нас сюда ушла. Предыдущую можно убрать, а вот можно пусть и висит. Заодно увидеть, какова у вас активность чтения по данной книге. Опять же, идею подбрасываю. Как это можно использовать, например, при работе со студентами, при организациях самостоятельной работе. Ну вот, а сколько страниц ты прочитал, а как ты читаешь, а насколько активно ты с этой книгой работал. Закончил, поставил закладку. Ну, здесь много чего можно придумать. Ну, вот такая вот удобная вещь. Как делается закладка? Ставим, выбираем на интересующую нас страницу буковку Т, вот мы сюда переходим, это мы уже с вами видели, а дальше мы выбираем, вот здесь внизу страницу, у нас будет инструмент закладка, по ней кликаем, и у нас открывается форма добавить закладку. Название и описание закладки. Страницу он поставит уже сам автоматически, с этим мы даже не задумывались, он ее отсюда подтянет. Наша задача просто назвать закладку и добавить описание. Название. И вот он здесь нам показывает, если есть у нас какие-то закладки в этой книге еще, он их нам здесь воспроизведет. Если их нет, то и поле будет чистое. Название это то, что в самом начале идет, до скобочек, вот, например, качество моделей. А то, что мы пишем, описание закладки, это как бы ее пояснение, а что нас здесь заинтересовало. А вот раскрываем как бы это название. А здесь перечисляются основные характеристики качества модели. Или там 8 характеристик качества модели. Все, мы уже, мы потом сами поймем, о чем здесь идет речь и зачем мы ее заложили. Описание может чуть побольше сделать. И все, страницу он автоматически подтягивает. Самое главное, не забыть нажать добавить закладку, потом закрыть поле и читать дальше. Либо отсюда можно добавить закладку и посмотреть закладки всех книг в личном кабинете. И мы тогда попадем с вами вот сюда, в наш раздел закладки и увидим. Там можно проконтролировать, что она сюда добавилась. Вот такая удобная штука. Кстати, вот эта вот необходимость названия и описания закладок очень помогает формулировать такие короткие ключевые названия. О чем здесь? Что это такое? Тоже, опять же, преподавателю на заметку из этого тоже можно сделать, например, учебное задание. Сформулировали закладки по одной и той же книге, например, задания разным учащимся. Сформулировать, найти там что-то на страницах или где находится в этой главе, сделать на это закладки и назвать их. А затем поменяться названиями без указания страниц. Вот о чем здесь идет речь? А вы поняли вообще, что вы сохранили? Пусть другой найдет ответ на какой-то вопрос. То есть здесь тоже можно много упражнений и заданий на это придумать интересных и полезных, самое главное. Вот такой вот простой инструмент, но он отсылает именно к странице. Если же нам нужно использовать в работе определенный фрагмент текста, мы можем воспользоваться следующей полезностью, которая называется цитатник. Цитатник вообще здесь можно собрать полностью реферат. Не, курсовую вряд ли получится, и диплом тоже, а вот реферат или небольшую работу, которая основана на работе с источниками, анализ каких-то источников, где мы свои мысли добавляем, но и анализируем какие-то книги, которые у нас вот здесь есть, в ЭБС. Вот здесь цитатник хорошо, здесь можно прям полную работу, целую работу собрать полностью. Ну и отдельные цитаты тоже. В отличие от закладок, где у нас по названиям книг, по книгам шли закладки, здесь группировка идет по темам. Темы, названия цитатника мы формулируем сами. Например, меня интересует тема манипуляции, креатив, креативность, и вот на эти две темы я в разных источниках нахожу разные цитаты, разные высказывания, и сюда их добавляю. Ну и вот все, что касается креативности, вот оно у меня здесь, все, что касается манипуляции, оно здесь. Ну и также мы можем управлять этими цитатами, и самими цитатами, и цитатниками. Не нужен стал, можно убрать. Еще один вариант можно делать не по темам, можно делать по отдельным книгам. Например, цитаты из книги «Манипуляции сознанием». Так называем цитатник «Манипуляции сознанием» или там автор, заглавие записываем, и все цитаты из этой книги. Минус в чем, он сам автоматически будет добавлять библиографическое описание к этой цитате. И если у вас все цитаты из одной книги, то везде будет вот эта вот часть обязательно присутствовать. Она будет одна и та же. Но это надо просто иметь в виду. Кому-то удобнее, я видела, что студенты, например, некоторые у меня делали цитатники по книгам, а мне, говорит, так удобнее. Я открываю, и я вижу уже, из какой книги у меня здесь все цитаты собраны. Мне остается их только вставить себе в работу, и вот все уже готово. Ну, как вариант, да, возможно, может быть. Ну, и плюс, если уж мы пишем рефераты прямо здесь, то тогда лучше по темам или по названию реферата, по главам, по разделам. Вот это может, все может служить названием цитатников. Если по книгам, то мы сокращаем себе возможности только из одной книги, если их нам надо сравнить. А вот здесь, например, по темам, по теме манипуляции из разных источников, и я уже могу их потом свободно переставлять, менять местами и что-то с ними делать уже в процессе своей работы. Посмотрим про цитаты. Как они создаются? То же самое. Вот эта кнопочка волшебная. Начинаем. Переводим вот эту нашу страницу в режим текста. Вот здесь наши закладки живут внизу страницы, и вот наши цитаты живут здесь же. выбираем текст. Вот здесь, если с закладками это было не важно, здесь это важно. В текстовом формате мы выделяем тот фрагмент текста, который нам необходим, вот ту цитату, которую мы забираем, копируем ее, Ctrl-C, или скопировать. После этого открываем цитаты. В закладках этого можно было не делать, а вот здесь обязательно открываем цитаты, и вот у нас открылась форма добавления. Страница подтягивается автоматически, она уже будет стоять. Важное поле выбрать цитатник или создать новый. Мы открываем список по галочке, выбираем нужный цитатник, куда мы хотим, в какую тему добавить. Если у нас название встанет сюда и дальше мы вводим текст цитаты сюда. Если же у нас нет еще цитатника, мы его не сделали, вспомнили об этом только на этом этапе, уже находясь в форме, есть такая строчка создать новый. Кликаем создать новый, он отображается здесь, а вот здесь появляется дополнительное поле, которое просит ввести название этого цитатника. Поэтому лучше в ВПХ можно как-нибудь не так назвать, лучше заранее продумать структуру, как вы будете делать цитаты по названиям книг, либо по темам, либо по главам, либо по рефератам, то есть вот как, что для нас важнее. И в соответствии с этим мы уже название сюда можем задать. И после этого вставляем текст, открывается поле, вставьте текст цитаты, Ctrl-V, либо вставить, введите комментарии к цитате. Вы можете сразу ввести комментарии, а можете это сделать потом уже внутри самого цитатника. Но если мысли какие-то есть, по ходу, когда читаешь книгу, обычно приходят в голову, ой, хорошо бы вот это вставить туда, во вторую главу, в первый параграф. Через 4 цитата мы об этом можем забыть, через 8 дней точно. Что-то я куда-то хотел, где-то у меня была нужная цитата, и вот начинается поиск. Напишите это сразу в комментарии, к такой-то работе туда-то собираюсь подходит к чему-то. Оставьте любой комментарий и дальше добавить цитату. Все. И также мы можем вернуться к тексту, читать дальше, закрыть эту вкладку, либо перейти к цитатнику и посмотреть, чего там у нас, добавилась ли у нас новая цитата. Не забывайте только, что в закладках, что в цитатах нажимать вот эту кнопку добавить, иначе у вас не сохранится. И вот смотрите, что у нас получается в цитатнике. Почему я про комментарии вам сказала, я прям очень рекомендую комментарии хотя бы что-то, пару слов туда дописывать. Ну, по крайней мере, где мне это может пригодиться или для чего. Преподаватели часто пишут для кейса, для задания по такой-то теме, для тестового вопроса по такой-то теме, такой-то дисциплины. Действительно, потом легче, вот здесь наш комментарий отображается, вот это подойдет к описанию проблематики для курсовой в первую главу. Все, я уже понимаю, о чем это, что я имела в виду, когда делал эту выборку, цитату. И еще один важный момент. В мой комментарии вот это поле обязательно должно быть заполнено. Хоть точка, хоть пробел, хоть что угодно, но поставить нужно. Потому что может быть вот такая вещь, у вас страница может не отобразиться. Вот сюда мы комментарии не дописали, оставили это поле пустым. У нас страница везде идет минус один, везде, где поле без комментария. Но как только мы дописываем комментарий, здесь страница сразу приобретает нужный вид. А вот здесь мы написали комментарий, страница стала 12. Есть вот такой пока нюанс, работа коллеги над статником его совершенствования еще продолжается, поэтому это скорее рабочий момент. Но на всякий случай имейте в виду, что если страница вот так отобразилась, надо просто в комментарии что-то дописать. Хотя бы пробел поставить, он там кракозяблей у вас будет отображаться, ну не страшно, кракозяблю легко удалить. Но зато страница у вас будет автоматически подтягиваться. Тогда, когда оформляем мы ссылку, вот библиографическое описание у нас уже есть готовое, скопировали, поставили, привели в соответствие с требованиями методички, из него сделали ссылку, а страница у нас уже есть. Мы всегда можем найти нужную страницу для оформления ссылки на данную цитату. Какая бы ссылка у нас ни была, подстрочная, внутритекстовая, затекстовая и так далее, но это уже ручками не делать. Всегда можно отредактировать. Если забыли поставить свой комментарий, можно нажать редактировать текст, у вас открывается поля визуального редактора и там можно дописать комментарий и тогда сохранить и у вас все будет как положено, как вот в этом примере. И вот смотрите, еще какая полезность есть в цитатнике для написания статей, для написания тех же рефератов или кусочков текстов, там, где требуются затекстовые ссылки. Вот она цитата, и видите, у меня сразу затекстовая ссылка появилась. Откуда она взялась? И что вообще вот это за текст? Презентация переволновалась и убежала. Сейчас, вот, вот, коллеги, видите, еще один хороший значок, когда мы открываем цитатник, вот мы открыли цитатник креатив, креативность, здесь есть значок вывести на печать. Все, что у нас здесь записано, мы можем вывести на печать. Поэтому, если вы в комментарии записываете какие-то, но комментарий будет идти над цитатой. Поэтому, можно, когда вы выводите на печать, он у вас задаст вопрос, какие параметры выводить, надо ли выводить библиографическое описание, комментарий, саму цитату. Можно вывести все, можно вывести без библиографического описания, особенно, если вы название цитатников делали по книгам, и каждый отдельный цитатник это отдельная книга, тогда его вообще можно не выводить, вы его отсюда один раз можете скопировать. И он скопом вам выводит вообще все, все цитаты сплошным текстом, которые сразу можно отправить на печать, распечатать, а можно скопировать, вставить вордовский файлик, в будущем будет настроена интеграция с вордом, чтобы он сразу вордовский файлик отправлял, и тогда можно там форматировать уже как нужно, но пока еще вот эта функция дорабатывается, поэтому уже хорошо, мы весь текст можем выделить, все скопировать, вставили вордовский файл, и дальше пошли уже его форматировать, но текст у нас уже есть. Но имейте в виду, что вот мой комментарий, он будет стоять над цитатой, поэтому если я предполагаю, что это будет текст моего реферата, я пишу цитату, и вот сюда я добавляю комментарий к этой цитате, подразумевая, что он будет наверху, как бы подводку к этой цитате, свои мысли пишу. Следующая цитата идет, комментарии к ней, это как бы завершение вот этого и переход к этой цитате. И вот так вот можно собрать, скомпилировать какой-то текст, который потом уже можно дополнить своими мыслями в вордовском формате. И вот, видите, какая хитрость. Я вот сюда для затекстовых ссылок могу вставить уже заготовку с казанием страницы. Вот сюда мы комментарии ничего не писали, но страницу сюда поставили. А можно комментарии что-то написать или поставить пробел, он у вас кракозябли только потом не забудьте удалить, он у вас будет выводить их кракозяблями такими. И страница здесь автоматически нумеруется. Вот я ее сюда ставлю, раз, здесь могу оставить пустое место, квадратная скобка, пробел, запятая, и потом там с маленькая страница, все как положено для оформления отсылки в затекстовых ссылках. Все, у меня фактически готова затекстовая ссылка, мне только надо поставить номер источника. поэтому, если вы пишете, например, по отдельным книгам, делаете цитатники, то удобно потом номер источника поставить, если список уже известен, или потом его уже в конечном результате, в конечном варианте доправить, довставлять. И нажимаем кнопочку «Принт», вывести на печать, и он высвечивает нам просто отдельно вот такой лист, и там все вот эти вот тексты будут. Вот у нас была одна ссылка, одна цитата из этого источника, мы ее и вывели. Сразу в текст я дописала, каким номером это будет, какая страница, а можно и не писать, можно вообще просто квадратные скобки оставить, потом вбить нужные номера, а можно уже сразу записать со страницами, меньше потом учиться. И вот оно откуда берется. Ну вот это да, вот это вот пока ручками дополняем. И вот комментарий видите, да, вот мы поставили пробел, здесь он будет вот такую вот кракозяблю нам делать. Ну и если он потом ее сюда выведет, ее отсюда нужно будет уже просто удалить. И вот он вот таким вот текстом нам это выводит. И дальше, если я нажимаю, я поставила условия вывода без библиографического описания и без комментария, поэтому он мне вывел только вот эту вот часть. А если мне нужно с комментариями, я тоже просто поставлю там галочку при выборе и будет комментарий над этой цитатой, что в этом высказывании автор утверждает мысли и там свои размышления. И они будут написаны вот здесь. А дальше цитата, подтверждающая это. И дальше мы можем выводить прямо уже на печать готовый, да, у нас уже почти готовый реферат получился. Ну вот небольшие такие рефераты, небольшие работы здесь вполне можно даже делать, и они в самом цитатнике тоже называются рефераты. Его можно прямо здесь собрать, скомпилировать, отредактировать, текстом мы можем здесь редактировать, и выводить уже на печать, уже почти с готовыми ссылками. Но единственное, что потом список источников и подстрочные ссылки он не делает, но вот это нам придется ручками немножко доправить. Ну вот такая тоже очень интересная полезность, и здесь он отсылки дает в самом цитатнике уже приводят сами фрагменты текстов, ну и отсюда мы тоже можем перейти к этой цитате, посмотреть, где это в тексте и поработать с ней, если это необходимо выбрать другую, также управлять цитатами, как и заплатками. Ну вот такие вот полезности есть, которые могут помочь при работе с текстами как студентам, так и преподавателям при работе над статьями, когда у нас много источников, много статей, ну и заодно научиться искать информацию, работать с проверенными источниками, надежными источниками, с проверенной достоверностью представленной информации в том богатстве, которое есть в электронной библиотечной системе. А здесь на самом деле очень огромное количество литературы. Поэтому использовать расширенный поиск, использовать поиск по ББК как из каталога, так и из карточки брать индексы для работы с каталогом, такой метод от противного. Использование цитатников и закладок реально повышает эффективность работы с текстом и как с текстом самого источника, так и с текстом подготавливаемого документа. Ну вот, коллеги, вроде бы на сегодняшний день у нас и все. Интерактивные тексты и интерактивные тесты это очень интересная тема. Павел Юрьевич о ней в прошлый раз рассказывал, поэтому на ней останавливаться не буду, но тоже для эффективности особенно преподавателей, когда тесты к изданию можно в электронном формате сразу здесь же разместить вместе с изданием и можно проходить и можно получать результаты и смотреть это все здесь есть. И вот, например, как использование интерактивных тестов можно здесь, например, применять для самоконтроля учащимся тоже интересно, не просто прочитал книжку, ответим на контрольные вопросы, а еще и пройти тест не на бумажке, а тут же получить результат, увидеть вообще, насколько ты хорошо эту тему знаешь, что надо повторить. Какие есть тестовые задания и как их можно здесь разместить, это тоже все есть и без такой возможности. Павел Юрьевич на прошлом вебинаре об этом тоже рассказывал. Ну и, коллеги, последнее, где искать новинки. Новинок ВБС сейчас появляется очень много, достаточно активно, но не всегда мы знаем, где это можно увидеть. Раздел сервисы, вот здесь в верхней панели меню, находим обновление контента и вот выбираем даты и получаем информацию, там можно выставить фильтры, можно их не выставлять и мы получаем информацию, о чем новенького произошло в том или ином разделе, какая новая литература появилась, что было издано и так далее. И вот смотрите, за выбранный период, мы взяли один месяц прошлого года, новинок было аж 723. Ну вот, новинки поступления ВБС за месяц вот можно увидеть здесь. Вот такой хороший раздел живет вот здесь в разделе сервиса. Ну и коллеги, в презентацию, которую я вам дала скачать, вот эти вот три последние ссылки, они есть в самой презентации, как перейти, посмотреть, что новенького появилось и посмотреть примеры книг и интерактивных тестов, как они выглядят, где они живут. Вот такие вот ссылки я вам на эти источники здесь даю. Ну вот, коллеги, и все на сегодняшний день. Рада была увидеть, услышать в чате всех, кто сегодня с нами присоединился. Да, я вас вижу, правда, по списку участников, но тем не менее это на самом деле очень хорошо.